И начнем с новостей из Минобороны. Россия и военные рассказали о том, как идет работа над новыми вооружениями. Это оружие, которое Владимир Путин представил в весеннем послании Федеральному собранию. Некоторые новинки уже в строю. Итак, гиперзвуковыми ракетами кинжала снастили сверхзвуковые истребители МиГ-31. Антон Подковенко узнал, где же дежурят эти перехватчики. Она уже на плановом дежурстве над Каспийским морем. Эскадрилья, оснащенная комплексами кинжал с гиперзвуковыми ракетами, которые обгоняют звук в 10 раз и могут маневрировать так, что никакая про не справится. И могут бить хоть по кораблям, хоть по объектам на земле. Опытно боевое дежурство эскадрилья неслась с декабря прошлого года. Совершила более 350 вылетов, из них 70 с дозаправкой в воздухе. Выполняли задачи с оперативных аэродромов. Этой весной все проверки закончены. Ясно, что летчики и инженерный состав успешно осваивают новую технику. Даже учения были вместе с экипажами дальней авиации. В ходе учения отработаны вопросы подготовки, планирования и совместных действий авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних бомбардировщиков «Ту-22М-3», а также истребительного авиационного прикрытия боевых порядков в ходе выполнения боевых задач. В результате проверенных мероприятий все учебно-боевые задачи были выполнены с высоким качеством и установлены сроки. А летный состав получил навыки совместных практических действий. Новая, самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в мире в представлении уже не нуждается. «Сармат» при весе свыше 200 тонн имеет очень короткий активный участок полета, что крайне затрудняет его перехват средствами противоракетной обороны. Может нести боевые блоки разной мощности, гиперзвуковые в том числе, которые еще сами умеют обманывать ПРО. Так называемые «бросковые испытания», пуски ракеты без боевой части и запуска маршевого двигателя уже завершены, все системы и агрегаты проверены, режимы предстартовой подготовки комплекса «Сармат» и циклограммы пуска отработаны. Завершение программы бросковых испытаний позволяет нам в установленные сроки начать подготовку и затем приступить к проведению летных испытаний. В обеспечении этого предприятиями промышленности, участвующими в создании комплекса, уже проведена модернизация и переоснащение своих производственных мощностей. Проведена переподготовка персонала. И в настоящее время они осуществляют закупку комплектующих и материалов, необходимых для производства первой опытной партии межконтинентальных баллистических ракет. Все это позволяет сделать вывод, что постановка ракетного комплекса «Сармат» на боевое дежурство произойдет точно в установленные сроки. Такое перевооружение серьезно укрепит группировку РВСН для решения задач ядерного сдерживания. А вот другой ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком уже запущен в серийное производство. Это абсолютно новое оружие. Крылатый блок «Авангарда» летит на высоте всего в несколько десятков километров, то есть в плотных слоях атмосферы, со скоростью более чем в 20 махов, на межконтинентальную дальность и вдобавок маневрирует и по горизонту, и по высоте. За атмосферные «Про» его просто не видят, блок летит ниже, а противоракетами ближнего действия перехватить «Авангард» тоже очень сложно, потому что он крайне быстр и подвижен. Плюс у него есть средства противодействия ПРО. По резиденционному районе Домбаровского соединения ракетно-инфраструктурного назначения выполняется мое предприятие по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса «Авангард». И проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное предприятие комплекса на вооружении. Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс «Авангард» обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантируемый прорыв любых средств противоракетной обороны. У «Буревестника» вообще неограниченная дальность полета. Первые испытания крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой завершены. Низколетящий, малозаметный «Буревестник» с ядерной боевой частью и непредсказуемой траекторией неуязвимы для существующих и для перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Это тоже принципиально новый тип вооружения. В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке. На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведется подготовка к дальнейшим летным испытаниям экспериментальных образцов крылатой ракеты. Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска крылатой ракеты «Буревестник». Совершенствуются технологические процессы ее изготовления, сборки и испытаний. Если «Буревестник» долетит очень быстро и куда угодно, то «Посейдон» доплывет. Подводные аппараты этой океанской многоцелевой системы способны двигаться на большой глубине, с большой скоростью и на межконтинентальную дальность. В настоящее время заканчивается испытание, причем успешно заканчивается испытание, ядерно-силовой установки, которая обеспечивает межконтинентальный переход этой системы в любую точку земного шара. Необходимо отметить, что данная система способна действовать как по корабельным ударным группировкам, ударным авианесущим, так и по любому объекту на берегу и точечно, и в целом по всей системе инфраструктуры. Боевые лазерные комплексы «Пересвет» — это оружие на новых физических принципах, уже развернутые в местах дислокации. Боевые расчеты осваивают технику, которую космические войска России получили впервые в истории. Личный состав, эксплуатирующий лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку в Военно-космической академии имени Можайского, получил теоретические знания. Практические действия личным составом отрабатываются непосредственно на боевой технике с проведением развертывания и подготовки комплексов к боевому применению. Все эти новейшие стратегические системы вооружения — не инструменты агрессии, а средства для ее предотвращения в отношении нашей страны и ее союзников. Так Россия последовательно укрепляет свою обороноспособность. Антон Подковенко, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok